Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек, в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня лечим и обеззараживаем. Робот-дезинфектор очищает гонконгское метро. Оператор местной подземки компания Mass Transit Railway закупила парк роботов, которые смогут помочь сделать вагоны поездов безопасными. Робот размером с мини-холодильник способен ездить по вагонам и станциям и распылять жидкость для глубокой обработки. У нас есть раствор перекиси водорода внутри робота, и мы используем насадку для распыления в виде пара. И если эта концентрация поддерживается в окружающей среде в течение 15 минут в ходе проведённого нами теста, мы можем гарантировать, что все микроорганизмы погибают, в том числе и коронавирус. Такие роботы обычно используются в больницах и лабораториях, но, как видим, их можно успешно применять и для обработки общественного транспорта и городского пространства. Стволовые клетки и кардиохирургия для собак. Как лечат стареющих домашних животных в США? Сейчас расскажем и покажем. Софи – 9-летняя собака породы боксёр. И она в этой ветеринарной клинике не впервые. Здесь пса лечат от болезни сердца. А это Анна Гельцер – профессор кардиологии в школе ветеринарной медицины Пентильванского университета в Филадельфии. Она делала Софи операцию на желудочках сердца, чтобы спасти от аритмии. Такая операция в Соединённых Штатах была впервые проведена собаке. Очередной мониторинг показывает – сердечный ритм у Софи стал гораздо лучше, да и сама собака чувствует себя хорошо. В США много людей, которые очень привязаны к своим питомцам. И когда те стареют, они готовы платить по 3 тысячи долларов за лечение стволовыми клетками при артрите или 7 тысяч долларов за процедуры, связанные с болезнями сердца. По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, почти половина из 77 миллионов домашних собак в США сейчас находятся в возрасте 6 лет и старше, что на 15% больше, чем в 87-м. Стареющие собаки борются примерно с теми же недугами, что и пожилые люди, в том числе с болезнями сердца, диабетом и увяданием организма. Эксперты говорят, что рак убивает собак примерно с той же частотой, что и людей. От него страдает почти половина животных старше 10 лет. В ходе операции на сердце Софи через кровеносные сосуды в нижнюю камеру её сердца вставили катетер, который нормализовал ток крови. Кстати, Анна Гельцер проводила вмешательство с коллегой Корей Чабрунна, который лечит и людей. Карен Картелина – хозяйка пса. Она работает радиологом. Женщина рассказала, что Софи попала в семью восьмимесячным щенком. Собака участвовала в праздниках в честь окончания колледжа сыном Карен и начала учёбы в юридической школе её дочери. А на одной из свадебных вечеринок её одевали в нарядный костюм. Собака каждый день развлекала мать Карен, когда та оставалась дома одна. Я бы определённо пожертвовала многим, чтобы Софи провели любую процедуру, которая помогла бы ей жить дольше. Прошлым летом Софи сразила болезнь. Весьма удачно в этот момент Анна Гельцер выиграла грант на клиническое испытание новой операции на собачьем сердце, так что лечение было бесплатным. После внедрения новой методики в практику ветеринаров Такие операции будут стоить до 8 тысяч долларов. Смотрите Хайтек на телеканале Хабар 24 и пишите нам на почту. Рассказывайте о своих изобретениях, мы покажем их в эфире. На сегодня всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин